Я хочу пригласить сюда Александра Петерсона, к сожалению, Евгений Укин не смог приехать в этом году, он заборел, но вот любезно Александр согласился исполнить Геннадо Прескона вместо Жени Укина. Геннадо Прескона 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 на которой собираются издатели, художники и производители концерта. У нас состоится уже спорный вопрос, что ли 33-я, что ли 2-й, а я так понимаю, что это будет 33-й все равно, а что ли, а значит, как 33-й? А потому, все вы, наверное, знаете, что это... Ну, в общем, уважаемые гости, 32-й вам или 33-й, но все вы, наверное, знаете, что главным интернационным премием, премием нашего конвента является интерфресс-конг, предсторождаемый по итогам голосования всех представленных участников конвента, и бронзовая улитка лауреатов, которую определял лично Борис Натванович Стругацкий. В связи с кончиной мэтра, начиная с 13-го года, бронзовая улитка больше не вручается, но зато взамен Александр Александр Сидорович вручает малую бронзовую улитку, которую он с согласия Бориса Натановича утвердил еще в 2019 году и обсуждается она решением Порт-комитета интерфресс-конг за пропаганду фантастики и классного движения. Ну и слово представляете, естественно, самому человеку. Тогда начнем с малой бронзовой улитки. Дело в том, что она действительно здесь малая, это сделано нам даже дома, но когда я думал, что вручать эту улитку, нужно человеку, который фактически с самого начала интерфресс-конг все время был влево со мной, таких людей осталось очень мало, наверное, больше не осталось. То есть я хочу вручить бронзовую улитку Александра Олексенко, но вместо малой бронзовой улитки ему там большой. Ну да, малая бронзовая улитка для меня большой сюрприз, конечно, как вы догадываетесь, поскольку я диплом и сам печатал. Но то, что она большая, это действительно большой сюрприз. Ну, что могу сказать, я рад, что она награду наслаждает. Спасибо, Шура. Теперь на все. Спасибо. Друзья, в наше время ни одно публичное культурное мероприятие не осталось без поддержки спорта как-то мецената, и хотя общая экономическая ситуация в стране по известным причинам традиционно остается напряженной, такие люди все-таки нашлись. Заметим даже, что в этом году их участие было более активным, чем в предыдущем году, что не может не радовать. Вот. И считаем мы своим главным спонсором, на свечах, Владима Богданова, который нам помогает уже не первые годы. Его, к сожалению, здесь нет. Диплом будет выставлен почкой, но поблагодарим его аплодисменту. АПЛОДИСМЕНТЫ Но это не первые годы, пусть будут от первых годов. В этом году особенно. Да, и полдень. АПЛОДИСМЕНТЫ Также на протяжении многих лет нам помогает проводить Интерпескон, наш постоянный спонсор Санкт-Петербурга издательство «Лайн». На том, что он здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, диплом он получил. С кнопом мы видимся довольно часто. Как вы поняли, диплом вручил Александр Семерович. А сейчас мы попросим выйти на сцену писателя нашего Петербургского, Татьяна Берцева, которая нам помогает тоже. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, диплом он захватил. Похожу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 не очень большой как у Богдана но даже скромный вопрос я напишу я тебе не жил однажды был на котором не удалось распечатать дипломы вообще и нас возила Таня Векцева которая все эти дипломы подписала от руки красивым каллиграфическим способом спасибо Таня а сейчас мы вспомним о премиях в этом году в четвертый раз в истории нашего конвента вручается премия Одиссеи мемориальная премия Одиссея еще дана в 2017 году в память о русском писателе Василии Дмитриевича Дерогенкова многие его знают многие его помнят вот и он автор легендарного альтернативно-исторического литературного цикла Одиссея Покитая Питаку учредители премии премия организации и российской литературной премии премии премия Одиссея это профессиональная литературно-издательская премия вручаемая ежегодно в медицинском числе за достижения в области альтернативной истории по любому из трех направлений литературное творчество и издательская деятельность класс фантастик а сейчас в этом году премия Одиссей получает великолепный писатель Михаил Ванцов за не какой-то конкретный роман а за свою творческую деятельность за цикл за несколько циклов романов которые я с удовольствием читал и не только я потому что премия Одиссей вручается по согласованию с предыдущим вот такое то есть я со всеми созванивался и мы приняли общее решение что в этом году получают премию Харьву Атсов Благодарю! Благодарю! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Подержал и хватит с вами. Это смысл этой премии, то есть это военно-историческая фантастика, альтернативная история. В чем? Значит, основание это барабан от Револьвера, потом идет щит греческий, потом идет лук, а вместо стрелы это патрон от подводного автомата Калошников. Саша, про надпись, пожалуйста. Что? А надпись это первые строчки романа Василия Зверенцева, первые строчки. В пространстве все происходит беззвучно. Это написал, это первые строчки у романа, решитель кидает этапу, вот, Василий Зверенцев. Спасибо. А сейчас мы переходим к самой юной нашей премии, которая называется «Апельсин» и вручается за позитивный взгляд на жизнь. Слово предоставляется заместитель председателя комитета Татьяне Кихоновой. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сначала на другой ролик выпустить. Ролик, ролик выпускаем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 У нас очень-очень много людей, которые на самом деле достойны быть убеждены на такой премии. Мне она очень нравится, если честно скажу, потому что за позитив, по-моему, это прекрасно. В этом году по решению оргкомитета премия «Апельсин» награждается замечательный человек, замечательный писатель Андрей Шевченко. Апельсин настоящий, он не настоящий. Андрей Шевченко поздоровляет. Я люблю апельсин. А это настоящее! Включи! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Вот. Где наш любитель апельсинов? Да, апельсинов. Это диплом. Давайте выделим его. Вот, давай вот так. Держи диплом. Держи. Снимайте, ну, снимай. Вот. Мы любим у него. Спасибо. Как хорошо, когда авторы приезжают и получают эти сады. Дипломки и сняли. Спасибо. Из года в год нам постоянно помогает типография цветлица. Ну, в чем она помогает нам настолько, что он... Ну, это... Поскольку он и здесь, здесь, то он и здесь и получит. Все остальное, да. Как сотрудник этой типографии, да. Ну, что ж, теперь мы переходим к премии этой самой, которая называется Интерфейском. В том, что впервые она была вручена в 93-м году в четырех номинациях. За прошедшие годы число номинаций неуклонно расшел, а в этом году насчитывается шесть литературных номинаций и две оформительских. Согласно положению, как я уже говорил, креме выручается по итогам общего голосования всех акрилитованных участников конвента. Естественно, те, кто проголосовал, кто не проголосовал, кто сам себе троган и буракин. Вот, а сейчас слово представляется опять же нашему Александру Сидоровичу, поскольку он там разбирается в этом деле. Просто Лавионова нету, и Максимова, который является председателем и зампредседателя этих самых комиссий, которые все считают, подсчитывают, определяют. Нет, инновационная. Счетная комиссия, она, по-моему, играла. Счетная комиссия. Ну, они вот тоже сами себе злобные буратины могли бы появиться. Слава себе, Райчев. Счетная комиссия, согласитесь. К сожалению, не все смогли приехать. И если я начинаю с дебютной книги, значит, дебютную, за лучшую дебютную книгу в области фантастики подтверждается «Яня Левка». Такая вот история. Я этот роман читал несколько лет назад, когда она мне его прислала и пытался заставить издательство напечатать. Но руководство так и не напечатало. Но напечатало другое издательство, и теперь он получает уже, наверное, не первое, пойми. У-у-у! Да, да. Так. Где у нас поезд? Вот. За лучшее произведение средней формы должны получить Марина Сергеевича за поезд масштаб. Ну, Сергей уже ее не скоро получить, но Марине я постараюсь переслать в Америку, а в Америке не жилет. Я думаю, что мы не будем. Ну, вот. Ну, вот. Такая вот печальная с одной стороны, а с другой стороны радостно, что не получить премию, а печальная то, что Сергея несколько дней на самом деле не стала. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это один из тех писателей, которые из сценаристов стали писателями. То есть он сценаристы веколетные. И очень ее сценарии... АПЛОДИСМЕНТЫ ЧАСТО БЫВАЛ? Бывал. Марина была. Но они, единственное, что они бывали по очереди. Либо Сергей, либо Марина. Вдвоем они не могли, иначе несколько было оставить детей. Ну, и так. Вот. А вот заучили рассказ, мочи, среди малых и плач. Былается предмет, который принужден Евгений его динул. Которому мы, естественно, в это время это время передадим. он, к сожалению, заболел и не смог приехать. То есть очень хотел, но болею, не могу. Хотя вот сто. Вот. За лучшее произведение крутые формы опять-таки получает наш известный автор Тимур Максидов за роман «Чешуя ангела». Такое сомнение не приехало. «Чешуя ангела» нам будет нетрудно ему передать, но мы обязательно передадим. Очень так же, как за лучшую обложку в области фантастики, в очередной раз получает Сергей Шитин. За свои обложки. За лучшую графику я смотрю в области фантастики. Примерно представляет Илье Воронину. «Ура!» Вот. Он тоже получает фантастики, но, к сожалению, он, наверное, ну, мы же не знаем заранее, кто будет получать, поэтому созвать вы сюда не смогли. И подошли к критике публицистики. За лучшие предведения критики публицистики в области присуждая с Андреем Молгоевым. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, мне на самом деле стыдно, потому что я-то считаю, что в этом году должен был получить Леонид Смирнов за цикл его самоградов. Ну, раз вам не было, ну, мне журко приятно, я, как я сказал, пока еще не получаю. Спасибо. В этом году по решению номинационного комитета по микрорассказам будет вручаться три диплома за первое, второе и третье место. Но при этом саму премию получат, естественно, и первое место. Начнем с третьего. За третье место в области номинации микрорассказ в области фантастики просуждается Александр Лучеву за рассказ «Я же девочка». Если вы можете, так сказать, передать диплом. Не, ну вообще, изначально, я так вручусь. Когда чушь вы не вышли. Так я же не знала. Я не знаю, у вас есть микрофор, это нельзя микрофор. Просто кроме того, что, да, кроме того, что пора вручить микрорассказы, мы хотели еще рассказать про Малеевку, которую она проводила. Денисова, ну давай. Надо бы сказали, что обнисти. Нет, сначала вручила, потом сказали. А вручили, а вы мне не сказали. А мне не сказали. Аплодисменты Место занял рассказ Ольги Кузьминой Демюрук из Валенка А первое место Занял рассказ Юстины Южной Маула Шелина Первая Первая Есть кому Есть кому получить Первое место Да А будешь Аплодисменты Спасибо Спасибо Аплодисменты Главное, чтобы полный пробил Сейчас вам меня как мало кто знает Но на самом деле я про нас из зала в полне Вот Поэтому кто-нибудь меня, надеюсь, помнит Юстина Южная Рассказ хороший Аплодисменты Ну что, народ На чем мы считаем церемонию Да Простите, а когда вы, Рассказки? Да, 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 да Я не в курсе о ваших рассказах В следующий раз Говорите заранее об этом Может быть, все еще знают Что у интерпризкона Есть дочернее мероприятие Семинар Писательных банкастов Малейки интерпризкона Проходит он в феврале Традиционно В самую первую неделю февраля Как правило Мы являемся его организаторами Ведущими У нас были Святослав Логинов Алан Кубатиев Мария Семенова Бессменная ведущая Дмитрий Ельцов Голодина Ольга Иоаннур Радкевич То есть каждый год мы приглашаем Леонид Карганов Да Леонид Шестолиров Да, да На первый раз Оля Подойдите Наш семинар отвечает Что? Пожалуй, самая главная Это атмосфера Вот Это пристепая Замечательная Дружественная атмосфера Это первое Что Наше дочернее мероприятие Строна унаследовало К нам едут Не столько Обсудить С ведущими Свои произведения Сколько Побыть Неделю В зимнем лесу Абсолютно ответить От всего мира И круглосуточно Общаться Говорить о литературе Обсуждать И днем И ночью Написанное нами Это первое Второе Мы не учим Ну вообще Научить кого-то Писать Довольно сложно Мы Обсуждаем Написанные Произведения Мы делаем это Доброжелательно То есть Наша критика Конструктивна Как правило Наша цель Помочь Авторам Научиться Лучше писать Сейчас Светка Добавит Я хочу Просто рассказать Про Несколько Уникальных Фишек Семинара Малейха Которых Больше Нет Ни на одном Другом Семинария Первое Это то Что Там обсуждают Не только Готовые Произведения Но и Концепты Задумьте Произведения Это Действительно Уникальное Ноу-хау Дмитрий Вересов Ведет Уже Три года Вел эту студию Сейчас Не знаю Если у него будет Здоровье Он будет Вести Дальше Когда Обсуждали Именно Концепт То есть Концепт По эпизоде На уровне Которого Править Гораздо Проще Чем Уже Готовое Произведение Это Очень Интересная Штука И Я Видела Действительно Как изменялись Вещи После Обсуждения Как они Бросали Книжно Совершенно Новое Или Допустим Когда написан До середины И там Зацепт И дальше Непонятно Тоже Видела Два раза Как сильно Изменялся Роман И Что Он превратился В гораздо Лучшее Произведение Второе Ну У Клала Я не знаю Может быть Кроме нас У нас Нет Ведущего Прикрепленного В группе У нас Все Участники Могут Посмотреть На работу Всех Ведущих То есть Группа Сформирована Ведущих С четверо Ведущих Группы Меняют Ведущих То есть Вот Эти Произведения Обсуждает У этого Ведущего Эти у Другого Группа Видит Разные Подходы Разных Ведущих Это Гораздо Ценнее Потому Что У каждого Свой Подход Каждый По-разному Собственно Это Две Действительно Уникальные Вечи Кроме Доброго Доброжелательного Отношения Отношения Которые Там Есть А Еще Третья Третья Фишка Которая Тоже Я мало Где Ну не знаю Может Она где-то Есть Но я Такой Не встречала У нас Обсуждаются Мэтры Это Контическую Аналина И Вы знаете Это Действительно Очень Интересно Получается Вот В этом году Был суд Над Рассказом Был организован Суд По принципу Прокурора Адакада Над рассказом Дмитрия Аверисова Что это Рассказ Дмитрия Аверисова Узнали Только в конце А Дмитрия Аверисова Почему У вас Уже Дневый Ведущий Нет У него Здоровье Ничего Чест Бум Собственно Вы видите Да Вы молодые Талантливые Авторы Мы обсуждали Тоже Сценарий Мы Обсуждали Так что Пожалуйста Живой Пример Ведущего Который Обсуждал Вас Скажите Мне Добро Сказать Спасибо Мариевке Дело В том Что Я была Ведущим Была И со Ведущим Илья Аверисова Расскевич Но Дело В том Что В этом Году Я Проболталась Что У меня Написан Практически В стол В сценарий Мультфильма И Его Тут же Закатали В руку И очень Толково Обсудили Я считаю Я была От этого Большая Помощь За что Молей 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 Заед Погуля Я Говорила О том Что Для меня Моя Реборка Нина Что Голобу Для Молей Конечно Очаривательный Мероприятий Совершенно В своей Приглашаю 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 Молодых Авторов Еще Никто Кто туда Поехал Не пожалел Об этом Спасибо За Внимание Спасибо 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 Друзья Всегда Очень тяжело И грустно Как-то Завершать Такие мероприятия Но Тем не менее К всему Когда-то Приходит Финиш И Этот Раскон Почти уже Замершился У нас Правда Еще Представить Несколько Мероприятий Это Совершенно Буршет Празднование 9 мая Бесмертный Полк Надеюсь Еще Споем Хором Военные Песни Так что Всех Проглашаю На этом Мероприятие Тоже А Сама Конференция Как литературная Конференция Вершилась Всем Спасибо Я очень рад Что вы Мои Субтитры Спасибо 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 Спасибо